Доброе утро, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. У нас раннее-раннее утро и вот такое прекрасное солнце. И приглашаю вас снова на стрит стайл. Хочу сразу сказать, какую характеристику я бы дала этому стрит стайлу. Ну, первое, это плотная одежда, плотная верхняя одежда, тяжелая верхняя одежда, как, например, вот такой необычный пуховик, как, например, та же самая шуба, но теперь все это расстегнуто и теперь все это носится, ну, практически с летней обувью. Мы увидим очень много босоножек, правда, не в этом видео, а чуть позже, в другом стрит стайле. Но, вообще, мы увидим вот эту тенденцию, которая очень хорошо прослеживается. Верхняя одежда носится, расстегнутая. Это очень теплая верхняя одежда. Я сегодня сама в дубленке, но дубленка расстегнутая и для дубленки, возможно, неуместная погода, но, что называется, лучше в тепле, чем наоборот. Вот, и вот итальянки тоже так одеты преимущественно. Это те же самые шубы, те же самые дубленки, те же самые пуховики, которые мы видели много-много раз, но все это расстегнуто, добавлен шарф, либо яркий шелковый платок, и все это носится с уже практически летней обувью. Обувью, которая ассоциируется у нас прежде всего с теплом и даже с жарой. И сразу хочу сказать, что я замечаю очень много, и я этому очень-очень рада, девушек, которые носят пальто плюс кепка. Пальто плюс кепка смотрится очень и очень здорово. Но прежде всего, когда мы носим кепку, такой спортивный головной угор с полностью классическим аутфитом, как на этой девушке, посмотрите, на ней не спортивная обувь. Компоновка пальто плюс кепка плюс спортивная обувь будут смотреться не так выигрышно. Посмотрите, вот еще одна девушка тоже в кепке, как полностью классический аутфит. И спортивная бейсболка на голове. Очень-очень удобно, потому что не светит яркое солнце, не заставляет нащуриться. В то же время тепло, голова защищена от, возможно, весеннего ветра, и смотрится на самом деле, на мой взгляд, классно, стильно, модно и актуально. Вот такие украшения, такие длинные вузы, такие сатуары. Очень любят итальянки, и я открыла для себя такой аксессуар именно здесь, в Италии. Его полюбила всей душой, хотя у меня нет. Это витрина Max Mara, Max Mara, которую я вам показываю. Здесь мне очень-очень понравилась компоновочка. Узкая юбка, юбка-резинка, плюс кроссовки, плюс худи, хотя, возможно, я здесь вижу зип-застежку, соответственно, это просто спортивная толстовка. И плюс вот такая ветровка, наподобие той, которую я мерила в Adidas, и которую я не успела купить, а когда дошла до того магазина, ее уже не было. А этот пуховик я отношу к разряду необычных пуховиков, потому что он бархатный. И бархатные пуховики достаточно популярны и смотрятся очень-очень необычно. Но вот как раз-таки левый лук привлек мое внимание, потому что действительно очень функционально, очень красиво, очень легко составить подобное из того, что мы имеем. Здесь ключевым в этом образе, вещью ключевой в этом образе является, конечно же, очень узкая юбка-резинка. Но вы можете взять очень узкое платье, наподобие того, как я себе прикупила. Оно имеет эластан в составе кружева, в составе подклада. Соответственно, вот таким образом очень-очень узкий, красивый силуэт нам делает там, где он должен быть узким. А где он должен быть узким? Как правило, это область чуть ниже колена, но у каждой из нас это должна быть индивидуальная длина юбки, которая облегает. Ну и также запястья традиционной щиколотки. Это то, что желательно обтянуть, потому что это то, что на контрасте с нашей другой одеждой, другими слоями одежды, возможно, даже с одеждой овер, которая сейчас очень популярна, будет смотреться очень красиво, потому что будет смотреться очень женственно и очень-очень хрупко. Пожалуйста, обращайте внимание на свои запястья, на свои щиколотки, а также на зону под коленом. Ну и также на талию, если она у вас имеется, если вы смогли ее сохранить. То, что узко, то, что смотрится хрупко, это очень красиво, поэтому это желательно подчеркнуть всеми возможными и доступными нам способами. Здесь мы можем видеть потрясающее умение сочетать принты. А самое главное в этом умении зачастую не бояться сочетать принты. Скоро я запишу видео одеться в стиле Дольче Каббана, где покажу, где за основу возьму свое гипюровое платье и покажу, как, в общем-то, неплохо его можно компоновать. Нет-нет-нет, не с джинсовой курткой, которая, конечно же, подойдет, и не с джинсовой рубашкой, либо какой-нибудь мужской рубашкой, либо с курткой косухой. Я возьму прямо такие вещи очень явные, очень фактурные и покажу, что под определенное настроение и внимание в солнечный день, потому что такие аутфиты смелые, хорошо смотрятся именно в солнечный день, все это может смотреться очень и очень неплохо. Меня часто критикуют за то, что я ношу черные плотные колготки с контрастной обувью. В прошлом году я носила черные плотные колготки, плюс белые кроссовки-кеды Adidas, мне это очень нравилось. И вот сейчас снова образ, построенный на контрасте черных плотных колготок и обуви. Могу сказать, что это то, чего я специально добиваюсь. Мне очень нравятся на других черные плотные колготки, плюс какая-то контрастная, получается более светлая обувь относительно черных плотных колготок. Ну и, соответственно, на себе тоже мне это нравится, и таким образом я ношу, хотя часть критики как раз-таки уходит вот в эту сторону, в сторону этой контрастности. Еще раз хочу обратить ваше внимание, и, по-моему, даже в этом стрит-стайле отснятом сегодня, я покажу вам, как здорово смотрятся колготки в точечку, в маленький-маленький горошек. И недавно я смотрела видео, точнее, не фильм, а получается, это программа «Судьба человека», где была Тина Канделаки в таких колготках. Такие колготки потрясающе стильно смотрятся, так же, как колготки в сеточку. Обратите на них внимание, и в Италии эти колготки я бы поставила на второе место по популярности фантазийных колготок после, конечно же, сеточки. Опять же, часто меня просят снимать самых обычных людей, и я в определенный момент решила просто включить камеру и заснять людей, которые идут. И, в общем-то, как мы видим, люди действительно, кто как одет, кто-то одет очень стильно, кто-то принарядился, кто-то одет обычно. Молодежь одета так, как я сказала в недавнем своем видео, почему молодые итальянки одеваются не очень хорошо. Но в целом я бы на самом деле охарактеризовала итальянцев, по крайней мере, в том городе, в котором я снимаю, он действительно 50 на 50. Но кто-то одет очень классно, обращает на себя внимание, а кто-то меньше. А здесь я попыталась заснять одну из основных ошибок мужчин. Это руки в карманы, точнее, руки в карманах. На самом деле со спины смотрится ужасно. Возможно, спереди, посмотрите, ну каждый второй прямо-таки держит руки и увеличивает себе, прибавляет себе веса. И многие возительницы обратили внимание, что действительно очень часто мужчина классно выглядит, когда я снимаю его фронтально, он идет в каком-нибудь красивом пальто, и стоит просто проводить его взглядом через камеру, и мы увидим, что со спины все смотрится, но очень-очень плохо. Поэтому если ваш спутник имеет такую привычку, я не знаю, покажите ему кусочек этого видео, либо любого другого, потому что очень-очень портит мужчин вот эта привычка носить руки в карманы, потому что спереди, да, все неплохо, но со спины все просто-просто критично. Кстати, скоро я выпущу видео об основных стилистических ошибках, отснято оно уже очень давно, но не смонтировано, которые мы все совершаем, прежде всего о женских ошибках пойдет речь. А вот эта классическая мужская ошибка, которую я вижу на стрит-стайле, руки в карманах. И продолжая тему того, как одеваются люди, которые не посещают центр города, могу сказать, что сегодня я ехала на автобусе, и вот, пожалуйста, на автобусной остановке можно тоже смотреть хорошо и классно одетых людей. На самом деле всегда, когда я еду на автобусе, я снимаю хорошо одетых людей. Вот девушка стояла на противоположной стороне, вот идет другая синьора, с прекрасным голубым пальто, на черную базу все красиво очень смотрится. А это пример того, как итальянки носят контрафактные вещи, потому что это шаль Луи Буэтон, которая шалью Луи Буэтон не является, потому что кто имеет шаль Луи Буэтон, либо держал ее в руках, знает, что борт у шали вот таким быть не может, быть не должен. Бахрома идет по всему периметру, и на самом деле это даже не шарф, это, насколько мне известно, классическая каре, большого размера, возможно, 120 на 120. И хочу сказать, что всегда, когда я езжу на автобусе, я на остановке нахожу как минимум одного-двоих людей, которые действительно обращают на себя внимание той манеры одеваться, которую они, в общем-то, по всей видимости, используют всегда в повседневной жизни. Поэтому хочу сказать, что нет, красиво одетые люди, это не потому, что я стою в центре, хотя я много раз говорила, да, я стою там, где люди гуляют. И, соответственно, если мы хотим прогуляться, если мы хотим на других посмотреть и себя показать, мы, конечно же, наряжаемся. Но в целом могу сказать, что итальянская нация одета очень и очень хорошо. Даже если я буду снимать на окраине, я, как показывала, иногда встречаю людей, которые выгуливают собак в 7 часов утра, и одеты действительно потрясающе. Многие родители приводят в детский сад своих детей, а, повторюсь, это раннее утро, и тоже они одеты очень и очень хорошо. Снова возникает вопрос, натуральные ли шубы носят итальянки. Могу сказать, что 50 на 50. Те, кто могут позволить себе натуральную шубу, они покупают себе натуральную шубу, носят с удовольствием. Те же, кто, по всей видимости, по каким-то причинам выбирает не тратиться, не совершать такую покупку, те носят эко-мех, так он называется здесь в Европе. Приезжайте, что за в нем не негативно. Дорогие зрители, под шум и звуки прекрасного города Падуя я с вами прощаюсь. Желаю вам поскорее весеннего настроения, конечно же, но оно зависит, в общем-то, от нас. Но самое главное, я желаю вам действительно весеннего тепла и солнца. Солнце – это прекрасно, солнце – это то, что делает наше настроение, позволяет нам и чувствовать себя лучше, и зачастую прямо-таки выглядит тоже гораздо-гораздо лучше. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Будете в себе спящую, возможно, в течение зимы фэшн-смелость и чувствуете себя максимально комфортно на вашей фэшн-волне. Прежде всего, когда вам хочется выглядеть классно, стильно и быть, что называется, на стиле. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...